Валерий Венцелев Совет депутатов Ленинского муниципального района с инициативой об объединении наших поселений в округ. Объединение в округ дает консолидацию ресурсов для создания условий равномерного и полномерного развития территории. Став округом, муниципалитет сможет экономить порядка 150 миллионов рублей в год. Далее глава муниципалитета особо отметила основные задачи, решение которых стоит перед руководством района в июне текущего года. Сначала летняя оздоровительная кампания и работа лагерей на базе образовательных учреждений. Своевременное проведение работ по ремонту дорог, благоустройства, ремонту подъездов и домов, подготовке к новому отопительному сезону. Первый заместитель главы администрации Дмитрий Волков озвучил информацию о работе в сферах образования и здравоохранения. В частности, он отметил, что 43% населения района прошли диспансеризацию. Далее первый заместитель главы администрации сообщил, что в рейтинге МФЦ среди 66 организаций Подмосковья ленинское отделение занимает второе место. Всего за апрель мая оказано отрадно видеть 4183 услуги по линии регионального портала государственных услуг. Среднее время ожидания при этом оказания услуг не превысило 5 минут при нормативе 12,5. Заместитель главы администрации Сергей Гаврилов в своем отчете коснулся вопросов дорожного хозяйства, жилищного строительства и строительства социальных объектов. В частности, он озвучил ситуацию с возведением новых образовательных учреждений. До 2023 года в муниципалитете должно быть введено в эксплуатацию 5 детских садов и 2 школы. Готово находится на согласовании Минобрия технологическое задание по 3 школам и 2 детским садам. Получено согласование Минобрия по 1 школе и 2 садам. Технические задания направлены на согласование Минстроя. Заместитель главы администрации Альберт Гравин рассказал об экономическом развитии муниципалитета. Он отметил, что хотя 2018 год был успешным для Ленинского района, в нынешнем году также отмечается рост по большинству показателей. Общий экономический оборот составил 143,4 миллиарда рублей, что на 11,1% выше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий составила 65,8 тысяч рублей. Она также подросла. Также в ходе оперативного совещания были рассмотрены вопросы осуществления безопасности и правопорядка на территории Ленинского района, подготовки к отопительному сезону, ситуации со строительством очистных сооружений в микрорайонах «Завидная» и «Купеленька». Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.